Казалось бы, воскресенье долгожданный выходной, но для многих горожан 10 сентября как раз рабочий день. Постояльцы специализированного жилого дома инвалидов-колясочников имени Ржена Будаевой сегодня с самого утра решили исполнить гражданский долг. Это очень важное событие для республики, так как избирается новый глава, новый состав депутатов в Горсовет. И я думаю, что каждый должен сделать свое решение, сделать свой выбор и прийти проголосовать. Сейчас на сегодняшний день, буквально час, то есть даже минуту, у нас проголосовало 18 человек. Право голоса есть у всех, даже если физически возможности ограничены. Для людей с проблемами слуха сегодня по городу работает 4 сурдопереводчика. Однако проблемы в избирательном процессе все-таки есть. Саян Батамункуев приехал в Лануде из кяхты, чтобы отдать свой голос. Но чтобы проголосовать, ему необходимо решить ряд бюрократических вопросов. Да, сложилась такая ситуация, что не получал, не смог взять там открепительный лист. Не успел, точнее. Приехал сюда и вот пришел проголосовать. То есть, не менять без открепительных, без ничего. Вот узнал, что можно так написать заявление и прямо тут уже сделать голосование. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотели проголосовать, но я, получается, открепительный лист я не имею, я с кяхты приехал. У вас прописка кяхтинская, да? Да, постоянно прописка кяхтинская. А паспорт у вас с собой, да? Паспорт, да. Вот я с мамой пришел. Да, получилось, все хорошо, никаких проблем. Боялся, что будут проблемы, но их не было. Все прошло хорошо. Кроме бумажных проволочек, решается проблема передвижения маломобильных граждан, поскольку в эту группу входят не только люди с инвалидностью, но и, например, пожилые граждане и мамы с колясками. Человеку, который, допустим, с тростью, с костылями, поэтому пандусу уже будет не очень удобно идти, потому что он ненормативный. Колясочнику заехать надо будет только при помощи кого-то, потому что самостоятельно тоже не сможет, здесь угол-угол не соответствует нормативу. Поэтому, конечно, оно решает какую-то часть эту проблему, но не совсем. В Бурятии в 8 часов утра открылись 839 избирательных участков. По данным избиркома, на 12 часов явка уже составила почти 18%. Илья Бельков, Андрей Дармаев. Новости дня.